Ну и вот, пожалуй, еще один раскрученный бренд магазина Марка Спенсер. Давайте зайдем внутрь, я вам его покажу. Ну вот, если говорить вкратце, что из себя представляет этот магазин, друзья. Здесь товары для женщин, товары для мужчин, обувь, нижнее белье, аксессуары. И небольшой отдел парфюмерии и косметики, вот он. Вот целая огромная секция женской одежды, друзья. Ну вы знаете, я вам что хочу сказать, вот на мой взгляд, например, да и потом все мои знакомые, с которыми я общалась по этому поводу, они все говорят, что этот магазин Марка Спенсер, в смысле одежды, вот каких-то платьев, костюмов, что-то такого, свитерочков или еще что-то, это все рассчитано, по-моему, на какой-то очень пожилой контингент, друзья. Мне так показалось. Вот, по крайней мере, сколько бы я здесь не ходила, сколько бы я что-то не смотрела, не искала, и я никогда ничего для себя найти не могла. А вот пожилые леди английские здесь с удовольствием одеваются и покупают все. Ну вот, то есть, если вам вот что-то такое, чтобы вы имели представление, даже если вам показать, вот какие здесь цены в этом МНС, МНС коллекшн, видите, всего лишь навсего. Вот свитерочек какой-то, китайское происхождение. Вот, посмотрите, он стоил 29,50, а сейчас его несколько раз уценили. Вот он стоит 7,50, и все равно я сомневаюсь, что его кто-то купит. Вот такая же история, вот эта вот сумасшедшая блузка. Она крепдышиновая, и вот видите, вообще 35 фунтов. И сейчас скинули цену, 11.30, и также она висит уже целый месяц. То есть, понимаете, такие огромные цены, а я не понимаю, кто это покупает. Магазин занимает огромную территорию, друзья, от, наверное, тысячи и тысячи метров квадратных. Вот, и, ну вот дальше, видите, все для дома. Полотенца, подушки, наволочки. Вот вся эта посуда, друзья. Вот мужская, дальше, одежда. Ну, то есть, это все от меня, например, абсолютно не интересует. Я могу сказать, что это все тот же самый Китай. Производство произведено все в Китае. И все те же самые какие-то блузки, кофты, брюки. Можно купить гораздо дешевле в других магазинах. Ну, и здесь также есть вот отдел еда, фуд. Вот я вам сейчас покажу примерно, какие здесь цены. И вы поймете разницу между Теской, остальными дешевыми магазинами и магазином МНС. Ну, вот клубника, новый сезон, 2,50 за 200 грамм. Наверное, пожалуй, такая же цена, как в Теска. Вот виноград. Был 3 рубля, а теперь 2,10. Видите, редюст, это желтенькие этикеточки. Вот те же самые грибы. Руб 25 здесь за ту же самую упаковочку, которую можно купить за 90 центов в Теско. Вот брокколи, пожалуйста. Рубль 35 и 55 копеек в Теско. Вот, пожалуйста, морковочка. 60 центов и 45 в Теско. Вот брюссельская капуста, пожалуйста. Здесь она стоит 2 фунта. В Теско она стоит рубль 30. И, по-моему, даже свежее она в Теско. Вот, пожалуйста, огурец. Та же самая сабля, которая не видела солнца. Вот, пожалуйста, руб 30. Ич, каждый огурец руб 30. В Теско он 45 пенсов, друзья. Ну, это что? Это как это вообще? Я не знаю, кто здесь покупает. Вот, пожалуйста, вот эти вот малюсенькие помидорчики. Вот 3 фунта. Вот 2 фунта. Вот за такую малюсенькую упаковочку 275 грамм Теско можно купить за пункт. Ну, то есть вот то же самое все продается. Вот, пожалуйста, мясной отдел. Вот эти вот ром-стейки, которые я вам говорила. Самое лучшее мясо. Тоже упакованное такое. Ну, и вот посмотрите. 5 рублей. 5 фунтов. То есть вот этот вот 8 фунтов. Не знаю. Или такая же цена, или дороже, чем в Теско. Ну, вот ром-стейк. Вот этот самый популярный, самый лучший. Вот это вот стоит 6,44 два кусочка. И 20 фунтов здесь за килограмм. Теско, если помните, я вам показывала за 14 фунтов. Вот курочка. 4,5 фунтов. Каждая. Теско. Тоже 4, если большая. И 2,5 можно найти. Вот здесь сыры. Всякие полуфабрикаты замороженные. Вот они здесь, видимо-невидимо. В общем, не знаю, друзья. Самое интересное, что здесь в МНС даже нет вот таких вот свежих, которые можно купить. Килограмм рыбы, допустим, как я вот в Теско покупаю, или килограмм мяса. Здесь такого отдела нет, где эта свежая рыба на льду лежит. Здесь все только упаковано, и все только полуфабрикаты. Ну, вот яйца. Самые дешевые. 6 штучек. Паунд 35. Или вот 12 штучек. 3,55. Вот по 2,20. Здесь также есть 6 штучек. То есть, представляете, да? Если в Теско я беру 15 штук, за фунт 25. Ну, вот, пожалуйста, багеты французские. 1 фунт и фунт 50. Вот, пожалуйста, вот этот хлеб, резанный, нарезанный. Видите, фунт 40. Фунт 30. Когда везде он стоит от 50 до 70. Ну, или вот поруч, например, овсяная каша, которую они очень любят. Вот такая вот упаковка. 2 фунта и фунт 50 за килограмм. Я покупаю в Теско ее за 80 центов. Вот опять полуфабрикатов. У них тут каких только хочешь. Вот они вот это вот не заморачиваются готовить, как я говорила. Они все берут полуфабрикатами. Ну, вы знаете, друзья, я думаю, что я даже и не буду вам, наверное, больше ничего и показывать. Потому что мне самой неинтересно. И как вы поняли, из того, что я вам показала, и то, что я озвучила, все то же самое. Абсолютно то же самое. Никаких сказать, что здесь лучше качество. Ничего подобного. Стоит все в полтора, в два раза дороже. Я не понимаю. Ну, вот так. Вот, пожалуй, единственное, что мне нравится в Марк и Спенсере, это вот вот эта кофейня. И кофе здесь, по-моему, самый лучший из всех, которые я пробовала. Но вот он тоже дорогой. Не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть, выпью-ка чашечку. Ну, вот я взяла вот такую чашечку лоте. Видите, как мне ее красиво тут сделали. Вот я говорю, что единственная, наверное, что мне нравится в Марк и Спенсере. Это вот их кафе. Кофе просто шикарный. Ну, вот это вот называется у них Смол. Чашечка маленькая лоте. Ну, по-моему, она вполне себе даже и большая. Она стоит 2,25 фунта. Ну, и, по-моему, неплохо. Вот. То, что я вам хотела рассказать, друзья. То, что я вам хотела показать. Этот еще один супермаркет, чтобы вы имели представление. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok